привет мои дорогие и мои афонтовцы вот люблю сибиряков просто обожаю и конечно мои подписчики на канале youtube которых я тоже уже полюбила значит сегодняшняя тема она очень простая скоро наступят холода все твари на земле в том числе и мы будем искать все теплое место мы в домике а мышки куда денутся а мышки придут под плодовые деревья свить себе гнездышко поэтому скошенной травой не надо забрасывать приствольный круг там-то они обоснуются и еще большая просьба не делать кучи из ботвы до весны я покажу как сделать правильно но сегодняшняя тема не об этом вот здесь порезанные голенище валенка валенки обычно делают такие что как раз за колени и входить в них невозможно и мы обрезаем часть вот эта обрезанная часть вам очень даже пригодится для борьбы с мышами то есть грызунами которые находятся на наших дачных участках избавиться как раз под плодовыми очень несложно вы да вы забыли просто что в те времена когда наши бабушки и дедушки управлялись с дачами до с огородами и садами у них не было ни пугача там не дегтя ничего такого не отравы сырные пластиночки для мышки идти же пассатижи и еще прям надо на подносе поднести чтобы она поела так еще отравленные сразу не сидят но есть вещь вот это войлок он любой может быть от валенка просто войлок неважно чем старше валенок тем лучше значит вы должны порезать его вот на такие кусочки видите порезать вот так вот сидела вот резала с утра тут режем вот нож такой у меня вот нужно все разрезать а потом этот войлок нужно отправить догадались куда чуть не догадались что ли елки-палки разведите пожалуйста костер я не буду этого делать потому что у нас вертолет летает и не разрешает это делать но вы разведите все-таки в мангале или в бочке или в тазике и пусть у вас появятся угли красные и вот это все добро вы вот так побросаете на красные угли огня не должно быть они должны эти кусочки опалиться запах паленой шерсти а это чистая шерсть лучшим наилучшим образом от пугнет грузунов вот ни разу еще не было чтобы это не помогло мы не говорим о подземных крысах они тоже не любят паленые шкурки зайчи и шерсть любую ну это надо искать норы и запихивать туда кстати сказать они в этих норах жить не будут потому что такие кусочки опаленные на углях они будут источать запах потому что влажность земли она то как бы повышена солнышко нагрела идет испарение и это все воняет нещадно вам пахнуть не будет не бойтесь тем более зимой вот все это разложить надо я покажу сейчас куда это приствольный круг конечно разумеется мыши как правило выбирают корни не периферийные а вот именно ствол именно там у основания корневой шейки самая вкусная сладкая и толстая кора зайцы предпочитают есть веточки но против зайцев тоже найдем прием не химического воздействия на них но это в следующий раз вот смотрите молоденькая яблонька красавица но вот в этом месте который называется корневая шейка что кому трава не нравится это теплое одеяло кому не нравится можете делать черную землю я предпочитаю вот так яблоня трехлетка выглядит великолепно и влага не испаряется и одеяло теплая корневую систему прикрывает и еще от перегрева работает значит так под каждое дерево ну вот такого возраста 3-4 лет к вам понадобится кусочков 5 и вы не забудьте опаленные на углях и вы разложите его вот так вот так так чтобы мышь понимала что здесь и все пять кусочков достаточно вполне она не подойдет мыши и грызуны они вообще гурманы для них запахи чеснока лука паленой шерсти они это не переносят просто это их бесит и они уходят чему мы несказанно рады но есть препараты и химические это пугач например но пользоваться пугачом очень проблематично нужно найти найти под горшки подставки значит пугачом полить эта жидкость такая полить опилки перемешать и чтобы они пропитались а потом положить на эти вот чашечки и поставить у ствола дерева вот так работает пугач нельзя или на пленку полиэтилену нужно фиксировать ее чтобы не перевернулась и все это обработано этим препаратом не ушло в землю корневую систему можем испортить вот этим мы ничего не испортим просто послушайте моего доброго совета а я всегда с вами тетя таня а